Друзья, привет! Сегодня начинаем четвертую неделю английского класса, да, английского курса. День 22. У нас сегодня тема «Множественное число». То есть, персуществительное бусо, если у вас существительное, к нему добавляется эс. Так, ну, чтобы посмотреть, как это все происходит, давайте рассмотрим примеры. Apple, apples. Видите, эс в конце, да, apple. Так, следующее. Plum, plums, watermelon, watermelons. Orange, oranges, да, coconut, coconuts. Banana, bananas. Если же существительное заканчивается на букву эс, double s, ch, ch, x или z, то вы добавляете и эс, две буквы, да. Чтобы запомнить, давайте посмотрим некоторые примеры. В множественном числе вообще, это очень легкая тема, поэтому смотрите, pitch, pitches, да. Если там существительное заканчивается на букву y, да, на букву y. После, вместо y вы добавляете три буквы. i, e, 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 e Или же woman и woman. Вот, смотрите, woman, woman, women. Теперь давайте поговорим о сравнительном. Брюны брюны салштару. Tall – это высокие. Толлер – выше. Толест – это самые высокие. В этом случае, видите, это adjective. Пример на adjective. Adverb – slowly, например. И сюда вместо просто – a-r в конце вы добавляете more. Если самый медленный, то more – slowly. То есть здесь добавляется more – для более выше, более… нет, более тише, более медленнее, более быстрее. Если самый быстрый, да, most quick или, например, вы хотите сказать the adjective adverbs. Давайте это будете вы, которые будут делать примеры. Хорошо, сейчас напишите конспекты и попробуйте придумать. Мы помните, adjectives проходили, но мы еще на них остановимся еще больше. Так же, как и adverbs, да, потому что это большие темы. И для того, чтобы знать хотя бы, как сравнивать, да, мы же не можем сказать высокие и все, да. Нет, есть выше и есть самые высокие. Давайте сделаем так, что вы подготовите 20 предложений, да, с множественным числом, добавляя там adverbs и adjectives. А тему можно выбрать at the airport, да, в аэропорту, так как я думаю, что каждый из вас будет путешествовать, а в аэропорту вам понадобится, да. Все, ребят, спокойной ночи или хорошего дня или хорошего вечера.